За одним столом представители высшей исполнительной и законодательной власти в регионе. Областной государственный совет заседает несколько раз в год, но в таком расширенном составе впервые. На сегодняшнем совещании присутствовали в том числе и руководители фракций ЗАГСобрания, и члены правительства на общественных началах, глава Вологды и Марчереповца. Первым вопросом на повестке стала судьба Вологодского учебно-опытного молочного завода. Напомним, предприятие, важное для региона, было выставлено Росимуществом на торги, причем стартовая цена была заявлена неоправданно низкая. Решение о судьбе предприятия принято, концепция долгосрочной программы развития предприятия утверждена, пакет документов для передачи наших предложений в правительство Российской Федерации готов и будет направлен в самое ближайшее время. Исходящий номер этого документа будет означать дату снятия с торгов акций завода. Еще один вопрос, который обсудили представители властей, это предварительные итоги исполнения майских указов президента страны в части повышения оплаты труда. На сегодняшний день полностью достичь необходимых показателей удалось только на треть. Показатели по педагогам общеобразовательных школ это специалисты, педагоги системы профессионально-технического образования и это врачи. Три показателя выполнены менее чем на 5 процентов. Это допускается федеральным правительством и они выполнены более чем на 5 процентов. Это учреждение дополнительного образования детей 12,9 неисполнение. Это младший медицинский персонал 7,2 неисполнение. И это учреждение культуры 8 процентов неисполнение. Предметом самых горячих споров стали возможные изменения в земельном законодательстве, которые могут коснуться больше сотни населенных пунктов Вологодщины. Законопроект устанавливает перечень муниципальных образований, где земельные участки могут предоставляться в безвозмездное пользование для ведения личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским фермерским хозяйством его деятельности. По истечении 5 лет надлежащего использования граждане, в том числе главы крестьянско-фермерских хозяйств, вправе приобрести эту землю в собственность бесплатно. Мне кажется, этот вопрос, первое, значит, достаточно серьезный и он требует как бы всенародного обсуждения, потому что решается вопрос, один из основных вопросов о земле. И, значит, на сайте обсуждения не было, в средствах массовой информации обсуждения не было, до всех главов поселений не доведено. Поэтому мы попросили, что, чтобы Андрей Николаевич продолжил работу. Пока законопроект не пройдет, эти процедуры принимать его даже к рассмотрению в областном парламенте не будут. На завтрашней сессии ЗАГС-собрания этот вопрос из повестки исключат. Павел Громов, Николай Замараев, Новости Вологды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин